Максим Александрович, коммунисты сделали очень много, и много из них были герои. Коммунисты шли первыми в атаку. Всё согласен. Мощная КПСС. Но чем закончилась? Верхушка захотела стать богаче. Вы можете понять психологию чиновника? Он не хочет жить в трёхкомнатной квартире, иметь Волгу, иметь служебную дачу. Он хочет всё своё иметь. И они стали приватизировать страну и идею коммунизма. Вы можете понять, что любая партия рухнет. Нужно несколько партий, а не одна коммунистическая. Опыт показал, Владимир Иванович, вы прекрасно знаете, что тот же Китай при одной правящей коммунистической партии очень эффективно двигается вперёд. И это не исключает наличие других партий. В том же Китае много партий, если изучить их. Но правящая должна быть одна, и она должна быть народная. Всё, тогда конец страны. И вы прекрасно знаете, что конец страны начался на 20-м съезде, когда Хрущёв, предатель, разрушил сталинскую систему воспитания кадров, сталинскую систему подхода к производству. И вот тогда началось загнивание. Загнивание партии. А у нас сейчас не одна правящая партия? Вот у нас правящая партия в интересах крупного капитала. А коммунисты были правящей партией в интересах простого народа. И именно поэтому строили заводы. Именно поэтому воспитывали героев. Максим, вы у простого народа спросите. Они хотят жить на 20 тысяч в месяц? Они хотят жить в однокомнатной квартире? Они хотят иметь один костюм и одни ботинки? Они хотят больше, больше, больше и их денег? Владимир Бойович, а вы их сейчас спросите, 25 миллионов за чертой бедности. Они хотят в нищете жить или хотя бы на 20 тысяч? Вы спросите тех, кто в общагах сейчас живёт, гнилых, они хотят в гнилой комнате в общаге жить? Или хотя бы в однокомнатной маленькой своей квартире? Вы спросите у бизнесмена, он хочет 10 лет пахать на эту одну квартиру или за 3 года у Союза власти бесплана получить? Поэтому миллионы наших граждан оказались за чертой бедности, в нищете, в гнилом жилье. Благодаря вот этой капиталистической власти. И только коммунисты и коммунистическая партия бесплатно отдавали жильё, бесплатную медицину, бесплатное образование. Поэтому вернуть коммунистов в классе только настоящих, не предателей, не которых тащат олигархи, а которые борются за советскую власть. И вы знаете, что наша радикальная программа 10 сталинских ударов, она говорит о национализации, она говорит о направлении этих денег на промышленность, она говорит о том, чтобы посадить воров, она говорит о том, чтобы вернуть бесплатное образование, медицину и вернуть власть народу. И вы тоже об этом говорите. Но это уже всё было. Было. И всё равно кончилось плохо. Так и надо вернуть. Почему? Потому что одна партия. Плохо потому, что вырвали власть у народа, разграбили. Голосуйте за Максима Сурайкина, единственного коммуниста. Продолжение следует.